крипов а чего тут тролль вот эти стандартные о.д. на троечку которые там шестой как больно троллю которые на шестой-седьмой минуте уже делают себе метеорхаммеры начинают бесчинствовать оно конечно довольно неприятно может быть по итогу действительно это тролль-пятерка любопытно как будет себя позиционировать здесь этот персонаж потому что не самое часто на мой взгляд в пиках вообще на профессиональной сцене антимагу здесь не так комфортно на мой взгляд должно быть хотелось бы все-таки довольно приличное качество урона у од сейчас правда самого од пытаются немножко пробить пошло замедление пошло выжигаемо xyz в итоге просил довольно серьезно но фиссура шикарная от девайса дальше правда продолжить ничем не удается но такие немножко неказистые драки потому что первый уровень у всех тут нечем особо сражаться шейкер шейкер живет на центре на центре что у нас происходит на центре бэтрайдер против шторм спирита тут много будет зависеть от того кого быстрее окажется шестой уровень опять же если это будет бэтрайдер то у него есть возможность зацепиться здесь у нас тролль тролль да тролль загулял и погибает здесь с этим так вот и тот и другой могут попробовать оформить здесь фраг при получении шестого уровня так что я почти уверен что вот эти шестые уровни будут добиваться в лесах что одним что вторым для того чтобы случайно не подставить лишний раз так здесь палка залетает по рубику от манг кинга буквально еще несколько пачек нужно сделать но рубик все таки успевает уйти под защиту вышки отхиливается с фласс сбить этот фласс к большому счету нечем брюпанда здесь вводит за собой крепочков сейчас они возвращаются на линию и тут тоже довольно интересно сайланс на манг кинга примерно половину здоровья потерял довольно плохо кстати просадили здесь а сажает себе деревко и кушает его минус курьер но рубик смог дотянуться второй тычкой ну и пока преимущество дрэгон на линиях если не ошеломительное то довольно серьезное на мой взгляд потому что мы смотрим мушторм спирита 18 на 4 то есть он в полтора раза более эффективно фармит крипов нежели оппонент под центральной линией мы видим что блатсикер стоит без каких бы то ни было особых проблемами а третий крип стат на данный момент антимагу казалось бы могло быть здесь тяжело но пока антимаг тоже фармит довольно успешно так здесь на отводы еще позарились дрэгон пытается вывести сюда крипов манкинг для того чтобы они не уходили но в итоге крипа агрится на рейнджа хотя бы рейнджа можно заденавить уже неплохо не дать лишний моменту здесь любопытно что пятерка не стесняется выйти проконтролить руну на четвертой минуте и руна в итоге действительно достается троллю тот ведет преследование шейкера но шейкер и ботинок есть поэтому преследовать шейкера практически бесполезно в данной ситуации мк мк как же мк больно то делают да реально на стаканая джингу мастер стаканая джингу мастер это конечно неприятно сбивает щип-фласк палкой своему оппоненту брюк мастер сделал отвод что-то что-то прижучили на центре давайте вернемся сюда здесь попытка с брюк мастером что-то сделать и брюк мастер на стиках живет довольно долго палкой не попадает наверное потому кому хотелось бы целился в рейсикер для того чтобы набить себе заряд джингу мастера последний но не случилось и по итогу брюк панта появляется в таверну а тем ремнем пятая минута руны на пятой минуте шейкер почти смог прибить ее смог в итоге да смог прибить своего оппонента рубик пал смертью храбрых шейкер еще и одну руду можете забрать по итогу бонус поджигает ему ману постоянно понятное дело что против антимага ну очень тяжело играть с зависимым героем но тем не менее у у д сейчас уже буквально через крипа другого будет камера плюс к всему стоя без мана ты практически не получаешь урон от райт клика антимага у него что весь его потенциал по урону пропадает по итогу как бы еще не уехал антимаг на одну пичку буквально остается шейкер в центре был побежден на шестой на шестой минуте контроль луна от радиант очень классный ну брюмартер пока конечно ситуация далека от идеала это понятное дело брюмартерка и поэтому сложно его ожидать каких-то высоких уровней но тем не менее второй на седьмой минуте это ну совсем печально как-то набивает палку себе monkey king и солов на сикере совсем уж сикер там безнаказанно он себя почувствовал за что был управлен таверну и если мы посмотрим на общую ценность то здесь как раз monkey king на первой позиции находится от него не сильно отстает шторм спирит не смотря на смерть ну и одэ тоже в топах одэ уже с метеорхаммером это стандартный такой выбор головы метеорхаммера дальше будет ботинок и уже развивать дальше xyz будет свой айтем билд возможно догерок какой-то лишним не будет здесь пока идет под фарм крепчик довольно серьезный урон тут и по героям я думаю на такой стадии урон довольно период monkey king из этих времени смогли отправить ставерну смещение от штормала помогло рубик на центре пытается получить немножко xp оттенок оттенок тоже уже здесь кто-нибудь могла на был случай что имеется верный потекар хотя если рут может еще и получится с строении потоковала немного тролли для того чтобы крип остался в живых потом еще и гриф использовали одновременно с этим мы видим что здесь батарейдер считают ман лишь практически жизнь кожи использовали стики пытается забрать ман на 27 данными сетл батарейдера пустились здесь у д 3 а знаете кто же сюда прыгает в итоге пришел и и шейкера скорее всего тоже не отпустят я предполагаю да в итоге подтягивают его и шкер уже это доступ центральной вышки можно хотя бы немного и правда сюда уже возвращается батаре и поэтому наверное есть немножко ресурсы и каким-то геомотивом зацепили блюмастер попросил отсюда телепорт удачная не прок здесь сетка и прогнали хотя бы прогнать пытаются что-то сделать с интимагом но интимага блинг совсем и это даже не удалось это может просто накрыли этим да тролль он та самая сетка которая не хватила в прошлом моменте тролль 5 уровня но пока здесь особо ничего не может будет в оружие просто потому что этой позиции от него тоже каких-то серьезных артефактов мы не можем на топе подфармливаем monkey king он по-прежнему все хорошо он на первом месте по нутворцу дель первое место с штурм спиритом мак пока с блинком стандартный на мой взгляд с третий артефакт может взять плотность можно взять башер для агрессивных шторм находит макар попытка сделать враг макар не удается здесь что-то сделать в итоге манкинг мисбрайтер пытается дек зацепили шторм спирита довольно неплохо еще удалось ршик нападает тролль пытается отдаться крипом не удается это сделать так скорее всего могут забрать че рубика последней твики буквально не хватило для того что рубет тикер пока формирует скорый довольно выход поделиться у него в роду фотос пузы и ситя палка не уже здесь пиво прошли понять где посел так лежит сири м сирен и по м 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 попробуйте сделать но видимо более перспективными в плане меньшего фарма игра довольно 8 отфармливает личные стаки большой довольно плохие на мой взгляд то есть минут 14 и появится использует уходит куда подальше фармливает что спирит можно осопить технику на центре фиссур это приятный голос для хорошей никса смещение на топ идет как он выпал вроде под дизейбл убили добра так не смогли на плот и хотя зары тысячи здоровье самом деле всем немало всему ультимейта нету рюмать своим вот получиться получается сайланс вообще понимает что у противника есть что тос и кастовая какая-то полезно фраг было бы неплохо дать антимаг а антимаг в итоге забирает для себя 219 золота не зря я сюда пришел оде 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 так немножко погрессировал на тролля но продолжать через метеор не захотел будет делать себе эксвайзер агоним нашел вражеские стаки дадут ли ему вот так на халяву эти стаки профармить все таки не для овд они делались немножко очень аккурая это сама нет это просто если бы это была аккурая для антимаг с бфом то это было бы конечно провально но это было что-то другое что-то другое для поля было курица так битва листик но у цепи дальше Дальше что? Попытка реализации всего этого дела, и просто тэп аут, просто тэп аут, на что здесь надеется сикер, но может быть он надеялся просто себе немного пространства для фарма таким образом получить, отсюда все свалят, и он профармит еще пачку другую, тем более что кулдаун на ультимейт не велик, поэтому можно позволить себе вот такой действовать. Так, здесь смакак, заход на вражеский хв, очень неплохо казалось, как он антимаг, но его здесь подцепили, и есть контр-инициация от шейка с блинком, в итоге пал смертью дабры, здесь штурм спирит, зацепили также и антимаг, тоже отправили его отдыхать, витает здесь рубик в ветрах, ну и довитался он до таверной, плюс ко всему еще гонят тролля, у того ультимейт есть, но кому от этого легче? Да, и должен просто забирать с осталью для себя ОД, но это не так просто, не так просто, не так быстро, но тем не менее, тоже ли все равно где-то, куда и минус 4 по итогу, лишь сикер, который в это время фармил Блот, остался в живых. Так, бутрайдер, а у бутрайдера ТП-то нету, а бутрайдер приехал здесь, да, зацепили его, хоть какой-то размен, потому что предыдущая драка была абсолютно, ну как, помягче сказать, не выигрышная. Здесь стакуются лесочки, профармливаются лесочки. МК, ну МК все очень хорошо, то есть МК опережает практически на 2000 сейчас антимага, то есть антимага только-только появился БФ, здесь уже БФ и полгоним. Тикер дальше Блэйд МК себе заготовил. Принести себе все сразу не может, потому что там стики Грейджи занимают просто бешеное количество слотов. Так, ну а здесь шейкер, шейкер с даггером, можно этот даггер попробовать сбить, но поддержки никакой особо нету сейчас утром, поэтому он не рискует. Не рискует, тут в курьере интересно летит, а летят тут бутные деньги для шейкера. Хорошо, что сбили даггер, секундучка, есть сайланс и шейкер. Маны нету шторма, замедление пошло по шейкеру, но кажется, его оставят здесь живых. Бэтрайдер прилетает на нижнюю часть карты. Понимает, что ему здесь не рады и прячется в лесах. Так, Рубик на центре. Но Рубик на центре здесь рискует не выжить. Да, зацепили его. Страшно немножко, да, ходить ближе. Но и в принципе это особо не надо, хотя Рубик прячет себя в ровный астрал. Сюда уже подходит антимаг, Рубик все еще живой. Не достает куда, я помню, мастер-мана у него, кстати, теперь нет. Рубик прячет себя теперь уже ОД. Спрятал ОД, Рубик далеко не отходил. Ну и ОД оттуда не должен никуда отходить. Есть у маны на ультимейт, но не должны его давать возможности ультимейт прокастовать. Так и происходит. Фраг довольно хороший для антимага, потому что антимаг отстает, как мы видим, по фарму от Манки Кинга. Ему эти деньги совсем не лишние были сейчас. Потому что Манки Кинг вообще не прерывает свое подфармливание денег в лесах. Мы видим, что до ОГОНИРа горит желанием, хоть бы то ни было особо выходить. Есть возможность довольно быстро перемещаться по карте, парфармливать почти все лица. И, собственно, буквально через камп-другой уже ОГОНИР будет готов, а там можно будет и подсоржаться. На центре, тем временем, зацепили Брюмастера. Не дали тому возможности использовать ультимейт и забирают его. Ну, опять же, это пока такое 4 плюс 1, что с одной стороны, что с другой. Я Манки Кинг дофармил и вышел на линию, за что бы он мгновенно наказан. Но он, конечно, погиб, но, по счастью, он дофармил хотя бы. Тут еще и цепляют Бетрайдера. А дальше что? Дальше Бетрайдер пытается увести его. Вылетели на развороте в Озбрия. Тролли снова разруйтится. Вот это получается. Тут очень неприятно здесь. Шекер думал, как мы будем так прыгнуть, чтобы все было хорошо. Но хорошо уже не будет. Поэтому Шекер решать не прыгать. А я стая здесь Рубик своего Бладсикера, что тот быстрее бежал фармить крипов и пушить технику на Циадре. Рубик. Рубик, Рубик, Рубик. Опа, зацепили Шекера, но Атос, хорошо. Пульки продолжения. Страж, Страж, то есть так глубоко. У Шекера, тем временем, у Дж есть шар. Палка по Сикеру. Прыжу. Прыжу. Дальше. Ну, Слэкослэм. Вот он, тот самый Слэм. Довольно неплохо. Особенно, если удастся еще и Сикера зацепить. В итоге, хорошо. Сикера дальше еще подзонили. Рубик тоже, скорее всего, должны отплетись. Верно, Рубик, конечно, пытался на плетке уйти, но не получилось. Ну да, очень и очень серьезно, конечно, помогает Шард Шейкер. Ну и тут же помещение на Рошана со стороны Анжет Гейминг. На Рошан, здесь должен падать довольно быстро. Опять же, помогают вот эти клоуны-макаки справляться с коммуниголовым. Кому отдадут свои? Наверное, Маркетик. Казыки. Сука, я себе фритоку. Дроп с Рошаном. 4000 преимущества за командой Рейзент. Можем посмотреть, как развивалось преимущество. В принципе, 4 тысячи минуты, это какие-то бедные цифры. И в процентном соотношении это 10% играли. И смог выловка. Вот командор Рейзент на территории врага. Волькеса заходит, что они понятны. Никому спортивниках нет. Противники показывают, что на трейдер. Это Симферен Плассо отдал в убегу. А в тот... Как же тяжело будет мыться в Антимагусе. Буквально у него до Блинка. Прыгает за ним даже еще и... Битрайдер. КД взлетает Битрайдер. Антимаг договорит. Антимаг. Ох, как же близко. Как же близко. Но, видимо, была фанки кикает. Но драка все равно... Плюс для... Палка. Палка. Одна, есть палка. А что, отсюда нет? Я... О, дэм. Огонь ему, дэм. Тоже появился. А чем продлить? Фигурки. Хорошо. Прятать. Нет, Джейк просто прыгает. Я просто прыгаю. Я просто прыгаю. Я просто прыгаю. Грамотно все расконтролить. Грамотно все расконтролить. Хватило дэмжа. Кстати, продолжаются какие-то интересные сражения. ЭК. Вынужден торрелить. А теперь без ультимейта идет довольно далеко. Он просто идёт, что... Ну, брюмасси все никак. Не может быть телепортно. Себе, какие-то преимущества для Айдент. Если не ошибаются в каких-то мелочах должен гейминг, то они к проблеме со своими плясами отправляются. Себе, которые не до какого-то, не ставили. Шелк сцепили на Сикер. Вести далеко. Правда, мы не смогли, но тимбейте. Здесь такой прыг. С шейкером можно попробовать здесь что-то сделать. Если что-то спирит, то немного мало осталось. Боковый особо не помогает в этой аттепации. Напоминаю, что сражаются сейчас еще и без аттепы. Как по-прежнему в таверне. И, в общем, шансы... ... здесь как-то красота для Дрэгенгейминга. Ну и плюс ко всему Манки Кинг... ... а это по-прежнему Вигас. Еще порядка двух минут, наверное, он выявлен. Прямо, посмотри. Полтавая минута. О, а вот они стаки еще. Манки Кинг эти стаки с БФ фармит вообще за милую душу. Плюс ко всему, кажется, подозревают, что здесь находится Штрон Спирит. Да, что мы рассекретили. Удастся себе все грамотно сделать. Да, на сей раз не ошибается XYZ. Их должно хватать урок для того, чтобы зацепить здесь все-таки Штрон Спирит. А там одновременно с этим еще и под вышкой они гилировали двух персонажей. Своему оппоненту Долан Джин. И саму вышку тоже сейчас превратят в руины. Кардинально отличается, конечно, игра коллектива от того, что мы видели в первой карте. Хотя, возможно, опять же, это в первую очередь из-за того, что несколько такой необычный драфт у противника, так, антимага, зацепили. Есть ли продолжение? О, а почему отменил-то? Да почему же ты отменил-то, что Метеор? Антимага, конечно, все равно приговорили, но пришлось тратить ультимейт Шейкера. Как-то неискоординировано немножко темпом они сейчас действовали, потому что... Ну, ОД, с одной стороны, понимал, что не успеет этот Метеор декастовать вовремя, но, с другой стороны, Шейкер рядом, который может сказать, Друг, я продлю, ты не беспокойся, ты, главное, декастуй. Ок, двоим. Не супер много урона влетает. Вот, едино-временно, но, тем не менее, тролль без ультипая, поэтому погибает. Будут сплять здесь еще и Сикера, Сикер, скорее всего, только отправится в таверну. Он еще и подтавился, шторм под лосок, хватает ему здоровья немножечко, чтобы выжить, уходит отсюда на последнем знакомке, но вся его команда может не уйти. Байбекается уже троллинг, в пятерком не забываем, что он еще и догорел здесь у Бэтрайдера, который, кантаз, за ним шел в Блокингбаре. И заход на хагграунд, крипочки уже подходят, минус стэд фи, давайте статусы байбеков посмотрим. А по байбеку-то у команды Дайер все очень плохо. Все, кто мог, уже байбекнулся, а все, кто не могут, они не смогут еще очень долго это сделать. А зацепили здесь, продлили по Рубику Дизейбл, Рубик спрятал себя в Астралах, или его спрятали в Астралах, наверное, все-таки его спрятали в Астралах. Но, тем не менее, это очередной враг, и первая сторона падает, а где первая, возможно, и вторая. В принципе, есть еще 20 секунд до появления Дрон Спирита, и ничто не мешает продолжать активные действия, потому что здесь есть ультимейт Манки Кинга, Брюмастера и ОДА. Грюмастер заходит по нижней части карты, здесь зацепили Брюмастера, спрятали его на всякий случай, чтобы тот не получал Сайланс. Брюмастер вообще ничего не боится, у него Праймас Плит стоит с чего имеется. Плюс к всему Аганим у него тоже есть, и, в общем, горе не знает. Ну и антимагу пока, конечно, не хватает времени. Антимаг вместо Манты взял себе Сенжин Яшу, что, кстати, довольно любопытно. Я понимаю, для чего Сенжин Яша нужна, для того, чтобы... Тут, кстати, сражение. Сражение и очень больно. Это Шторм Спирит, тут Турм Питает все-таки, возвращается обратно, получает еще пару точек, но выживает все-таки в этой ситуации. Шлет, ну, здесь Шейкера, Байбэк от него будет возвращение сюда. Ой-ой-ой, тролль гибнет. Да, троллер просто заводит в арену МК, и он погибает. Брюмастер, 5 секунд ультимейта. Ну так вот, здесь Сенжин Яша нужно для того, чтобы ты меньше... Время не сидел в старой тюрьме Аудэ, и он не мог нормально закомбинить по тебе свой интерханер. Здесь расщепили Бладсикера, влетел, вроде бы, Шторм Спирит, полетел в ветрах и, наверное, отправился. Ну, по большому счету, на этом моменте уже можно чуть ли не заканчивать игру. Собственно, Донжин Гейми так и делают, они распушивают вторую линию, минус Z3 на втором линии. Вышка здесь, а, значит, бараки никто совсем не защищает, бараки тоже упадут довольно быстро. 25 тысяч преимущества, мы видим, что довольно рьяно взялись в какой-то момент за фарм преимущества Донжин, и буквально за 5 минут набили себе эти 27 тысяч. Ну, и, собственно, у нас в связи с этим будет ожидать третья карта. Напоминаю, что смотрим мы второй дивизион китайского деписи сезона. Мега-крипы теперь на стороне коллектива Радиант. Плюс ко всему, довольно скоро будет появляться Рошан. Я не знаю, насколько хотят ждать этого Рошана Радиант, потому что вряд ли кто-то им может помешать прямо сейчас закончить игру. Уж очень сильное преимущество. Смок на смок, в итоге прыжок здесь был, и Рубика в мгновение ока распилила. Также подцепили тролля, тот упивает прокастовать ультимейт, его тут же прячут. Ну, вот этот трой-пятерка для меня остался совсем непонятным героем здесь. Здесь, если честно, с билдом через медальку икра, ну, как-то спорно, на мой взгляд. Прописывают теген, и на этом их путешествие на второй карте закатывается. 1-1, счет в Сирии, и нас ждет на решающее третье после небольшого перерыва. И будет возвращаться к вам уже на столе, для того, чтобы посмотреть, кто же все-таки победил.